Метрика программного обеспечения – мера, позволяющая получить численное значение некоторого свойства программного обеспечения или его спецификаций. Поскольку количественные методы хорошо зарекомендовали себя в других областях, многие теоретики и практики информатики пытались перенести данный подход и в разработку программного обеспечения. Как сказал Том Демарко, вы не можете контролировать то, что не можете измерить. Метрики. Набор используемых метрик включает порядок роста, количество строк кода, цикломатическая сложность, анализ функциональных точек, количество ошибок на тысячу строк кода, степень покрытия кода тестированием, покрытие требований, количество классов интерфейсов. Метрики программного пакета от Роберта Сисель Мартина. Связность критика. Потенциальные недостатки подхода, на которые нацелена критика. Неэтичность. Утверждается, что неэтично судить о производительности программиста по метрикам, введенным для оценки эффективности программного кода. Такие известные метрики, как количество строк кода и цикломатическая сложность, часто дают поверхностное представление об удачности выбора того или иного подхода при решении поставленных задач. Однако, нередко они рассматриваются как инструмент оценки качества работы разработчика. Такой подход достаточно часто приводит к обратному эффекту, приводя к появлению в коде более длинных конструкций и избыточных необязательных методов, замещения управления людьми на управление цифрами, которые не учитывают опыт сотрудников и их другие качества. Искажение. Процесс измерения может быть искажен за счет того, что сотрудники знают об измеряемых показателях и стремятся оптимизировать эти показатели, а не свою работу. Например, если количество строк исходного кода является важным показателем, то программисты будут стремиться писать как можно больше строк и не будут использовать способы упрощения кода, сокращающие количество строк. Неточность. Нет метрик, которые были бы одновременно и значимы и достаточно точны. Количество строк кода – это просто количество строк. Этот показатель не дает представления о сложности решаемой проблемы. Анализ функциональных точек был разработан с целью лучшего измерения сложности кода и спецификации, но он использует личные оценки измеряющего, поэтому разные люди получат разные результаты.